Жизнь на шахматной доске. Вот уже много веков люди создают композиции из офицеров, слонов, королев и других участников баталии на черно-белых клетках. Это главные новости в студии Ирина Субеева. Здравствуйте. Принимайте участие в разговоре, звоните к нам в студию, телефон нашего эфира 5 11 99 66 и оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте, эфир 24. Тема сегодняшнего опроса звучит так. Шахматы это спорт или искусство? Итак, 20 июля отмечается Международный день шахмат. В Татарстане существует своя федерация шахматы. Сегодня у нас в гостях вице-президент федерации шахмат, руководитель школы Олимпийского резерва имени Нижмеддинова Наргиз Аминович Суфудинов. Здравствуйте. И исполнительный директор федерации шахмат республики Лилия Фаритовна Тимуровна. Здравствуйте. Здравствуйте. И вначале я предлагаю посмотреть репортаж из шахматной школы имени Нижмеддинова, что говорят дети сами о шахматах. Смотри, вот съел пешку. Пятилетних близнецов Дамира и Фархатов и Залзиановых родители записали в шахматную школу, когда им было чуть больше четырех лет. Уже через год результаты не заставили себя ждать. Сейчас мальчики знают не только, как передвигаются по доске фигуры. Вилки делать, шахмат научились. Как там еще? Ничью, пад. Я хочу сказать, что самочистов, как у всех обыгрывает. Когда коснулся вопрос развития ребенка, родители близнецов единогласно приняли решение отдать мальчиков в шахматную школу. Ведь именно этот вид спорта больше всех тренирует мозг. Мы видим успехи, как бы накладываются на их развитие в жизни. То есть это обучение других предметов. То есть математике, русскому. Я в школе почти лучше всех математику знаю. И это благодаря шахматам, ты думаешь? Да. Логику, дисциплинирует ум вообще. И потом, если мы, дети там учатся в шахматах оценивать, позицию же учатся. Однако шахматами увлекаются и дают колоссальные результаты и девочке. Я ездила в Лоу и турнир всероссийский. Там заняла третье место. Ездила на первостопривожку федерального округа. Кроме интеллектуального развития, родители Рушана не забывают и о физическом воспитании дочери. Девочка также посещает кружок танцев. Но душе, говорит, все же ближе шахматы. И бойцовские качества. Бойцовские качества? Зачем? Ну, чтобы, когда времени мало остается, собраться и играть. Ну, быстро играть, когда времени мало остается. И чтобы не зевая, выиграть. Чтобы выиграть. Несмотря на летние каникулы, в шахматной школе полно детей. За доской сидят и студенты. У них сейчас горячая пора. Через несколько дней ответственное соревнование. Мы занимаемся сейчас где-то, ну, часов пять-шесть в день. Шахматы – это даже больше, чем игра, наверное. Ну, скорее всего, это как хобби. Мне нравится тем, что там есть логика. И это не просто, как бы, какая-то сугубая математика. А там есть элементы творчества. И можно как-то варьировать дебюты и все такое. И находить что-то интересное для себя. Несмотря на все успехи шахматистов Татарстана, в республике существует главная проблема – кадровая. Старые специалисты уходят, а молодые из-за низкозаработной платы не задерживаются. Мы относимся к системе дополнительного образования. И если уж говорить точно, то где-то 57% от средней заработной платы работников народного образования мы получаем. Несмотря на все проблемы, в этом году Международный день шахматы Татарстан встречается с хорошими результатами. Недавно у нас проходила Всероссийская универсиада, летняя Казани. Хотел бы отметить, что команда Кнету, наша Казанская, заняла третье место, бронзу взяла. Я являюсь капитаном команды. И хочу сказать, что впервые в истории удалось занять бронзу на вот таком российском соревновании. В последние годы наши шахматисты завоевали высокие награды на российском уровне. У нас есть три чемпиона России. Настя Козина, Руслан Муртазин, Раиль Махмутов. Настя Козина является дважды чемпионкой России. Раиль Махмутов также дважды чемпионкой России. Мы имеем победителей Кубка России, неоднократных победителей. Наша команда Актанышского района стала победителем чемпионата России среди учащихся, проживающих в сельской местности. Кстати, родиной шахмат является Индией. На Руси же шахматы появились примерно в IX веке. Отмечать Международный день шахмат начали в 1966 году по решению ФИДЭ – Всемирной шахматы федерации. Особенно интерес к интеллектуальной игре в стране был в советское время. Лет 40 назад шел матч между Робертом Фишером, американским шахматистом, и Борисом Спаским, чемпионом мира, за звание чемпиона мира. Интерес был просто колоссальный. Там мы у телевизора сидели, понимаете, часами, комментировали те партии. А сейчас это чемпионаты мира, борьба двух чемпионов там проходит очень так скромно. По мнению руководства шахматы школы и членов федерации, сейчас нет активного позиционирования этого вида спорта. Лилия Фаритовна, вот как видим у сюжета, дети готовы часы проводить за шахматной доской. Стараются, достигают успехов. Но вот сегодня вы принесли с собой шахматы, и я предлагаю показать простейший прием, который, наверное, изучают все дети, когда приходят к вам заниматься. Первое, что они изучают, это детский мат, и который потом на протяжении многих-многих лет используют в особенных случаях. То есть детский мат это что? Мат в четыре хода. Да, действительно. Как его поставить, скажите, пожалуйста? Ребенок, который приходит на занятия, тренер обычно начинает с того, чтобы показать им детский мат, потому что в чем смысл шахматы? Смысл шахматы в том, чтобы поставить мат королю. И как раз-таки на первых занятиях начинает и показывать. Самый простой пример мата, это как раз детский мат. Я могу. Раз ход, два ход. Здесь выходит ферзь, он выходит либо сюда, либо сюда, нападает на слабую пешку, на которую до этого напал слон. Ну и, допустим, нападает на слона, но тогда берет мат в четыре хода. Мат в четыре хода. Мат в четыре хода. Ну это самый простейший вариант, то есть мат в четыре хода. Это как бы идея, да, что вот подводишь слона ферзя и ставишь мат королю. Вообще детский мат, он может быть и на двадцатом ходу. Это как идея. Вот я поставила мат либо на F2 черными, либо на F7 белыми. Понятно, как фишка ляжет. Сегодня мы обсуждаем развитие шахмат в Татарстане. Я предлагаю участвовать в нашем разговоре и нашим зрителям. Напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 5 11 99 66. Звоните. Также оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. И сейчас мне передают, что есть звонок в нашу студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Мария Иванова. Хотелось бы узнать, сколько лет нужно отдавать ребенка в шахматный гружок. Какие должны быть у него данные для этого вида спорта. Спасибо большое. Если позвольте. Ну, шахматный гружок и шахматная школа – немного разное направление. Если вы хотите, чтобы он занимался один или два раза в неделю, то можно, в принципе, на базе школы, где у нас культивируются шахматные кружки или секции. А если речь идет о вашем желании, допустим, чтобы ребенка отдать с шести лет, кстати говоря, мы принимаем детей в нашу школу детско-юношескую Олимпийскую резервы. Если то, то там занятия практически пять дней. Но бывает и по субботам и воскресеньям. И минимальное занятие где-то три-четыре часа. Если речь вести о таком уровне занятия, это немножко другое. Понятно. Наргиз Амедович, школа называется «Олимпийского резерва», хотя шахматы – это не олимпийский вид спорта. Почему так назвали и оправдывают ли заданные цели? Мы надеемся, что в недалеком будущем обязательно шахматы будут олимпийским видом спорта, потому что у истоков создания Олимпиады шахматы были далеко за, возможно, и, вернее, старшие шахматы тех видов спорта, которые включены в Олимпиаду, как олимпийские. Поэтому мы очень надеемся. Просто мне кажется, это объективное и субъективное мое мнение может быть, но когда-то кто-то где-то, наверное, просто не любил шахматы, поэтому и не включил. Мы очень надеемся, что это когда-нибудь произойдет. В целом, шахматный спорт в Татарстане переживает подъем или упадок, на Ваш взгляд? Однозначно. Однозначный ответ. Шахматы находятся на подъеме в республике Татарстан. Нужно сказать, что только в Казани занимаются около тысячи детей, около тысячи детей шахматами, а в Татарстане эта цифра доходит до 6 тысяч детей. Например, по сравнению с 2012 годом, где мы планировали эту планку довести до 5 тысяч, до 6 тысяч, тогда были около 2 тысяч, и сейчас эта цифра выросла в три раза. Поэтому это говорит о том, что работа Центральной шахматной школы, Министерства спорта, Федерации шахмат ведется в правильном направлении. Популяризация шахмат есть, растет, и мы охватываем не только наш Казанский город Казань, мы охватываем и все районы республики. И поэтому видно, что дети хотят заниматься, детей много, родители понимают, что шахматы дают детям много на начальном этапе и в дальнейшем. И с этим связано, что шахматы живут, шахматы есть. И кроме того, у нас еще и много соревнований интересных, различных. Более 50 соревнований мы проводим только в Казани. По Татарстану эта цифра достигает 350-400 мероприятий. А дети любят играть. Это один из тех видов спорта, где ты и учишься, и играешь, и потом все эти тебе навыки еще пригождаются в жизни. Ну, а вот какие проблемы на сегодня есть в шахматном спорте республики? Или их нет вообще? Нет, проблемы, конечно, есть везде, наверное, всегда. И одной из главных проблем, которую можно выделить в первую очередь, это, наверное, хотелось бы, чтобы в городе Казани был еще городской клуб, который... То есть не хватает мест, куда прийти любителям шахмата? Да, который будет охватывать как раз те слова общества, когда, ну, после работы, хотела, я пришел, выиграл. Какое отсутствие городского шахматного клуба, если говорить о Казани? Я бы сказал, даже не только городской шахматный клуб, может быть, городской клуб интеллектуальных видов спорта, потому что в Центральной шахматной школе кроме шахмата еще существуют и шашки и гон. Вот, и поэтому это к нам приходит в Центральную шахматную школу любителей шахмат в большом количестве, а я не знаю, где занимаются, где играют любители шашек, где они располагаются. Поэтому городской клуб интеллектуальных видов спорта просто необходим. И там будут и проводиться для них всевозможные мероприятия, потому что шахматная школа включает большое количество детских соревнований. Наркес Аминович уже в беседе говорил о том, что за соревнованием 300-350 детишек, а еще есть родители, которые посещают. Понятно. И мне сейчас подсказывают, что у нас еще один звонок в студию. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. 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 Алло, здравствуйте. Слушаем вас, здравствуйте. Моя фамилия Волкова Елена Вячеславовна. Я вожу ребенка в детскую спортивную школу имени Нижмединова. На Бутлерово-7. Слушаем вас внимательно. И вы знаете, мне немножечко не очень нравится, что обучение платное у детей. Вот полторы тысячи это начальная школа, а если получаешь разряд, уже две тысячи. Вот со второго года обучения. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то скидки? Вопрос понятен. Вопрос понятен. Я пометил вашу фамилию, и мне стало интересно. Дело в том, что на второй год обучения мы, наоборот, проводим квалификацию, и детишки, которые перспективны и уже получают разряды, мы их просто переводим коллегиально решением на бюджетную группу. Бюджетная группа тоже существует? Конечно. У нас бюджетная группа, у нас финансирование, Министерство спорта и молодежи Республики Татарстан. Это государственная программа, и существует программа госзаказа. Мы стараемся ее выполнять, мы делаем все, чтобы выбрать детишек из общеобразовательных школ. То есть, грубо говоря, выиграл там столько-то партий и попал в бюджетную группу? Нет, не то, что выиграл там, это партий, выполнил разряд. Выполнил разряд. Поэтому здесь вопрос немножко, мне стало интересно, я выясню обязательно, как руководитель школы. И мы стараемся всегда, стараемся, чтобы наши перспективные дети в дальнейшем освобождались от оплаты. Но я хочу добавить, что у нас есть определенные льготы для многодетных, для тех, кто потерял кормильцев, для тех, кто уже непосредственно, я уже говорил, к шахматам, имел до поступления к нам в школу определенные успехи. Поэтому я понимаю, что вам это не нравится, и мы обязательно рассмотрим непосредственно у вашего ребенка. Тем более, вы сказали, что он получил разряд. Может быть, еще не успели переоформить. Сейчас как раз идет формирование групп на новый учебный год с 1 сентября. И мы этим занимаемся, учебно-спортивный отдел, наша школа этим занимается. Понятно. Ну вот к вопросу о популяризации шахмат, в том числе в городе Казани. Мы в редакции обсуждали этот вопрос и сошлись во мнении, что не помешало бы проводить некие, может быть, флешмобы. То есть, как тут шахматы двинуть в народ. Вы не думали об этом? Безусловно, мы думали об этом, и у нас это всегда стоит как бы проблемой номер один. Вопрос только в том, что у народа как раз есть турниры. Народ приходит и играет. У нас кроме официальных соревнований много турниров, которые даже не относятся к календарному плану школы. Она есть в календарном плане федерации. Общественная жизнь очень активна. Да, активна. И министерства ведомства играют, и МВД отдельно спартакиады проводят, и транснефть. Вот сейчас спартакиада будет проведена, и банки хорошо участвуют. То есть, все дают заявочки, все играют, и мы проводим эти турниры, выезжаем на места. У нас не только даже в шахматной школе проводится турнир, выезжаем и к ним на места. Поэтому я бы не сказала. Скажите, пожалуйста, такие красивые шахматы вы сегодня привезли. Есть ли отличия, и есть ли вообще такие термины, как женские шахматы и мужские шахматы? Есть. Действительно, есть такие отличия. И в чем они отличаются? Есть такое отличие. Есть женские шахматы, есть мужские шахматы. Но женские шахматы, они более эмоциональны. В чем это выражено? Непредсказуемо? Они более непредсказуемы, бескомпромиссны. Там не бывает, что я наша подружка. Комбинация, логика какая-то? Нет, ничего такого. Нет, обязательно есть. Есть? То есть комбинируют все равно? Без этого никуда. Без этого никуда. Но вот именно бескомпромиссность. Что это значит? Это значит, не бывает быстрых ничьих. Играют до последнего. Причем здесь оценка позиции может меняться каждый ход. Я вот приведу такой пример. В апреле месяце мы ездили на командный чемпионат России. Я была капитаном команды женской сборной Республики Татарстан. На первой доске у нас команду возглавляла Галямова Алиса Михайловна. И мы играем матч в последнем туре с командой Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Они лидировали, мы чуть-чуть отставали, но выигрывая их, мы становились чемпионками России. Что происходит? Мы с тренером наблюдаем в онлайн-трансляции, тренер Александр Васильевич Филипенко, наблюдаем, болеем за девушек. И такая картина. Алиса на первой доске выигрывает Викторию Чумелите, которая там выиграла все партии. Вот последнюю проиграла Алисе. И то есть мы стоим по команде 1-0. На четвертой доске у Нино преимущество колоссальное. Просто сделает два хода и победа, и уже 2-0. На третьей доске у Лены Заяц позиция выигранная, тоже в один ход выигрывает фигуру. А что же получается? Мы закрываем компьютер, бежим в зал. Мы думаем, сейчас будем поздравлять наших девушек. Приходим, смотрим, оцениваем позицию. Все поменялось буквально за 3 минуты. В цейтноте зевает Лена. Вместо того, чтобы выиграть фигуру, она ее зевает. Получается, она проигрывает. Нино не реализовала свой колоссальный перевес. То есть играет в партию любой гроссмейстер мужского пола. Там два хода, и у них как бы все доводится до логического конца. У женщины же попала в цейтнот. Девушки, может быть, сами не поверили своему, что вот сейчас мы станем чемпионками. Попадает в цейтнот Нино, проигрывает. И в итоге мы проиграли матч. Два с половиной полтора очка. Остались на третьем месте. Но это все равно был успех, потому что вышли в Еврокубок. Еврокубок стартует в сентябре месяце в Испании. Понятно. Но уже это не первое место. То есть видите, как раз сейчас я расскажу. Тренер как раз и сказал, Лиль, ну что, женские шахматы. Да, женские шахматы, понятно. Но мы до эфира разговаривали. Я спрашивала, какие у вас любимые фигуры. С вами не совсем интересно в этом смысле, потому что вы профессиональный спортсмен. И вы все фигуры любите, как вы сказали, в зависимости от партии. А у вас какая любимая фигура? Ну, я бы сказал, наверное, это все же пешка. Почему? Почему? Да потому что у пешки есть перспектива. Пешка может и ферзю вывести. И она вроде бы маленькая, но на самом деле. А их много, тем более, это целая армия. Если другая фигура, она как бы в единственном или в дубле, а пешек очень много. То есть тут их группировка худшая, они могут прикрываться. Поэтому здесь пешки это... Я могу сказать, что дети любят коней. Я обожаю коней. Потому что они делают вилки. Во-первых, это одна из фигур, которая как бы им тяжело дается. Но когда они овладевают этим навыком, как ходят кони, как они делают, как фигуры этой ставят вилки, то они просто как бы... Слонов легко отдают. Хотя есть позиции, где слоны сильнее, чем кони. А вот кони они защищают. Ну, вообще принято считать, что шахматы это удел избранных. Так ли это? Вот как Вы считаете? Ну, вряд ли можно говорить, что шахматы удел избранных. Дело в том, что шахматы доступны всем. Доступны всем. Хотя, на мой взгляд, шахматная игра не для всех. Все же здесь должна быть усидчивость, ответственность определенная и предрасположенность, наверное, к логическим мыслить. Поэтому на этапе начальных обучений детишек очень много. Но со временем уже, к дню окончания школы, их становится меньше. Они пополняются опять новой гвардией молодых детишек, молодежи. А все же остаются избранные. Поэтому... Ну, это, наверное, как в любом виде спорта, как везде. Наверное. Сильнейшие. Отборы. Остаются сильнейшие. Те, кто для тех, кому шахматы, это не просто шахматы. А сегодня увлечение шахматами – это массово или были времена и получше? Ну, тенденция такая, что говорить о массовости, наверное, нельзя, но задача стоит наша, в том числе, как детская, юношеская спортивная школа, именно детская, чтобы максимально привлекать и давать возможность детям определяться на этапе начального развития становления, развития мозга. И поэтому многие родители, конечно, очень... вполне объяснимо, что многие родители хотят в период первого класса обязательно водить на... кто в кружке шахматы, кто-то в школу водит. Конкретно на что шахматы влияют? На развитие интеллекта, на развитие, может быть, там, элитические способности, как говорил ребенок. А все, особенно технические виды и даже гуманитарные, они все равно выстроены из логики умения мыслить, логики планировать, логики делать неординарные ходы. Вся жизнь из-за этого сложна, поэтому шахматы... А вот можно вообще говорить, что... можно так утверждать, и были такие случаи, что вот известные шахматисты, они как проецируют свою жизнь, как шахматная партия. То есть есть ли такая проекция, так бывает? Я думаю, даже не только известные шахматисты, те, кто когда-либо познакомился с шахматами, а это как бы жизнь, да, это модель шахмат, потому что с первых дней обучения шахматным происходит, что происходит? Тренер всегда говорит, думай, думай, прежде чем сделать ход, посмотри, одумайся, надо ли тебе это делать, не надо ли тебе, оцени позицию. Свою жизнь, вот лично вы проецируете шахмат? Так, и так проецируем. Так, сегодня я мою пол, поэтому я сегодня работаю логикой. Да, всё по часам, всё по минутам. Ну вот как-то, может, какой-нибудь пример привести? Ну, вы знаете, я всегда, например, вот даже своему ребёнку, там, или ещё кому-то подругам, всегда говорю, не бывает безнадёжных ситуаций. Вот это, между прочим, идёт от шахмата. Вот всегда раньше, когда мы занимались, нам тренер всегда говорит, ищи защиту. Вот тебе плохо, плохая у тебя позиция, ищи защиту в любой ситуации. Всегда есть вариант, всегда можно найти то, чтобы выбраться из этой плохой ситуации. В жизни тоже так же. Спасибо большое, что нашли время, пришли в нашу программу. 20 июля отмечался Международный день шахматы. О шахматах мы сегодня разговаривали с Наркизом Аминовичем Сэйфуддиновым, вице-президентом Федерации шахмата Татарстана и руководителем школы имени Нижмединова, и с Лилией Фаритовной Тимуровой, исполнительным директором Федерации шахмат Татарстана. Спасибо ещё раз. Играйте в шахматы. Всего доброго. Спасибо, что пригласили. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!